здравствуйте дорогие подписчики в гости моего канала меня зовут юлиана 26 ноября это самый счастливый и благоприятный день всего цикла луны сегодняшнее видео вы узнаете что этот день вам принесет 26 ноября проходит под влиянием 22 лунных суток одного из самых спокойных и благоприятных дней лунного цикла вы можете позволить себе расслабиться и не думать о насущных проблемах но нельзя предаваться лености постарайтесь потратить время с пользой изучая новые знания не стоит опасаться каких-либо неприятностей и сложностей сегодня судьба на вашей стороне она убережет от ошибок и негатива 22 лунные сутки нежелательно начинать новые дела но любые другие действия будут исключительно благоприятными энергетика стабильная и чистая способствующая обновлению и проявлению творческих способностей возможно переоценка ценностей основанное на появлении новых перспектив хорошее время для построения новых планов а также для знакомств и общения окружающие вас люди сегодня не будут лгать или обманывать поэтому смело следуйте совету и принимайте предложенную помощь не опасаясь подводных камней сегодня все действуют бескорыстно и от всего сердца возможно и вы сами ощутите желание оказать кому-либо услугу не препятствующему этому порыву среди символов 20 рахлонных суток ганеша индийский бог мудрости со слоновей головой это не случайно период благоприятен для обучения и получения любой информации так как она будет понятной и легко запомниться займитесь самообразованием или пройдите курсы посвященные чему-то новому однако не стоит ограничиваться только изучением знаний не менее важна и передача опыта окружающим расскажите что-то интересное своим детям поделитесь полученной информацией с друзьями и близкими внимательно прислушивайтесь сегодня к подсказкам вселенной даже случайно услышана на улице фраза сегодня станет подсказкой к решению даже просто включив телевизор можно услышать что-то что наведет на правильные мысли особенно благоприятным день окажется если вы искренне души помогаете людям и не совершаете ничего что может кому-либо навредить 22 на сутки сильна интуиция а также чувство справедливости прислушайтесь к внутреннему голосу особенно при принятии важного решения или делай выбор между двумя равнозначными предложениями хорошая пора для путешествий командировок а также поездок на природу сосредоточьтесь на том что для вас особенно важно изучайте все доступные источники 22 на день вы можете совершить открытие или изобрести что-то новое возможно для вас озарение кроме того есть шанс найти оригинальное решение для мучившие вас проблемы сегодня вы в состоянии преодолеть любые препятствия день лучше всего посвятить учебе в любом ее проявлении духовному росту и творчеству хороший результат будет от работы с важной документации также полезно разобрать архивы и навести в них порядок отличное время для заключения договоров а также разработки новых концепций работы можете смело двигаться вперед и быть уверены что у вас все получится 22 на сутки можно смело заключать брак любое торжество принесет приятные впечатления особенно если вы планируете отметить годовщину союза с вашим избранником но по народным приметам в этот день отмечают ивана златоуста родившиеся 26 ноября отличаются богатой фантазией и стремлением к самостоятельности с ранних лет эти люди нацелены на успех и стремятся избегать любого принуждения приходя в коллектив они становятся вдохновляющей фигурой для других потому что заметно выделяются среди окружающих а вашим талисманом считается шпинель на руси начиная с этого дня начинался так называемый сезон пельменей вся семья самого утра приступала к лепке пельменей пельмени готовились не только с мяса но и с капустой грибами и картофелем готовка занимала много сил и времени потому что старались заготовить и заморозить как можно больше пельменей готовые изделия ели вплоть до рождественского поста верили в то что съем большую порцию пельмени в этот день следующий год будет удачным и безбедным в этот период незаметно холодало на дворе стояли крепкие морозы и дули сильнейшие ветра наши предки верили что холодный ветер и заморозки насылает дух мороз который выглядел как высокорослый старик с седой бородой особым запретом этого дня считалось сквернословие и зависть тот кто осуждал других и разносил сплетни наказывался высшими силами причем коснуться наказание могло не только того кто ослушался запрета но его и семьи если на златоуста на земле находили монеты или ценные вещи то ни в коем случае не брали себе отдавали бездомным и бедным считая что тогда богатство умножится и вернется к нашедшему сновидений в этот день они показывают нам будущее и различные трудности которые могут возникнуть на пути а также варианты их решения сегодня луна благоволит любым практикам однако не рекомендуется совершать что-то масштабное так как энергии для этого недостаточно эффективными будут любовные обряды и магия денег а кроме того можно использовать магию для улучшения успеха в учебе для удачи вам нужно будет заранее приобрести любую вещь любой предмет неважно это может быть предмет одежды это может быть украшение все что угодно и вам нужно просто когда вы купили принесли домой то течение сегодня подержите эту вещь в руках и скажите такие слова отныне эта вещь мой талисман от меня от недоброго взгляда убережет успех принесет пока эта вещь на мне все неудачи далеко в стороне говорим три раза все потом после того как вы проговорили вы сразу должны одеть эту вещь хотя бы на полчаса потом можно уже ею пользоваться по по своей надобности вот такая практика она будет обязательно приносить вам удачу тоже в этот день хорошо проводить денежную удачу эта практика в короткие сроки избавит от бедности неудач и привлечет достаток ваш дом вам понадобится поздно вечером оставшись в одиночестве в комнате выключить помещение свет и встать у окна далее просто смотря на небо говорите такие слова хозяюшка луна посмотри на меня забери мою нищету а с ней мою маяту да будет так говорим три раза все далее уже вы можете заниматься спокойно своими делами такую практику можно делать в период убывающей луны хоть каждый месяц тем самым будете только избавляться от бедности и конечно в этот день очень хорошо избавляться от одиночества и если вы очень долго одиноки и хотите встретить свою любовь то сделайте совершенно легкую практику берем любую сладость оставляем на подоконнике на ночь до утра когда вы оставили сладость то вы должны сказать такие слова как луна по небу ходит так и милый ко мне приходит как луна убывает так и мое одиночество меня оставляет свое угощение для милого я оставляю и скором времени счастье обретаю да будет так вот эти слова говорите три раза все оставляете свое угощение до утра а на следующий день это угощение нужно отнести на природу и на этом практика закончена посмотрите как очень скоро вы избавитесь от своего одиночества и как обычно по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложится спать проговаривайте такие слова всегда и везде меня поддерживает вселенная вот повторяем один раз и посмотрите что от вселенной вы всегда будете получать только одни блага кто не знали это но а 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